Многие считают, что в армрестлинге все решает только мышечная масса. Но это далеко не так. Главное в этом виде спорта техника и стратегия. На практике это недавно подтвердил Олег Жок. Чемпион мира весовой категории до 70 килограммов принял участие в московском этапе Гран-при в абсолютном зачете. Украинский студент по ходу соревнований побеждал соперников на 20, а иногда и на 40 килограммов тяжелее себя. Подробнее об уникальном армрестлере смотрите в нашем следующем материале. Это кажется невероятным. 70 килограммовый Олег Жок на раз-два делает 110 килограммового оппонента. Всего за три года усиленных тренировок украинский спортсмен стал чемпионом Европы и мира по армрестлингу на левой руке. Когда я поступал в университет, если бы мне кто-то сказал, что я буду заниматься каким-то спортом и смогу достигнуть таких результатов, то, конечно, я бы этому не поверил. Для меня это было очень необычно. Такой феноменальный успех скептики приписывают врожденной патологии Олега. Мол, невооруженным глазом видно, что левая рука почти в два раза больше правой. Говорят также, что природа наградила Жоха шестым пальцем. Но все это правда лишь отчасти. Было как на левой руке, так и на правой по пять пальцев. Когда родился, то была такая патология. Левая рука была чуть больше, чем правая. Сейчас тоже видно, предплечье больше. Но если бы это был недостаток, ну а это не недостаток, а это сейчас мое преимущество. Безусловно, такое строение руки дает свои плюсы. Из-за того, что ладонь шире, мышечные волокна немного больше, чем у обычных людей, и сухожилия развиваются быстрее. Но уникальность Олега не в этом, читает Александр Комаревич, воспитавший до Жоха двух чемпионов мира. Феномен, я думаю, в его хладнокровии и характере. Только путем того, что я должен быть сильнейший из всех, и не бояться ни одного, ни второго спортсмена, который будет стоять за столом, только можно в том случае достигнуть победы. Сейчас, проходя мимо своей фотографии на доске подсчета, Олег улыбается счастливому стечению обстоятельств. Ведь именно здесь, в университете, он познакомился со своим нынешним тренером и попробовал себя в армрестлинге. Но, несмотря на громкий успех, учебу молодой талант не пропускает. Жить одним спортом будет очень тяжело, не такой уж он и оплачиваемый этот спорт. Много денег на этом не заработаешь, а учеба нужна. Нужно иметь специальность, в будущем где-то работать, зарабатывать деньги. Но и спорт не оставлять. Олег любит приезжать в родное село Аженин, где прошло его детство. Достопримечательностей тут нет, разве что покосившиеся дома до ухабистая дорога. Но спортсмен находит в местном пейзаже свою прелесть. Тут была моя первая спортивная площадка, на которой я занимался. Это перекладина, брусья. Отсюда начался мой спорт. Может, из-за этих перекладин у меня такие результаты. Сейчас Олега здесь знают все от мала до велика. Он местный герой и пример для подражания. Доказать это еще раз он сможет уже в мае на чемпионате Европы в Литве. В том, что у него получится, сомневаться не приходится. Андрей Бугров, Екатерина Щербань. Все включено. Мы вернемся в студию буквально через пару минут. Оставайтесь с нами.